Ганс Христиан Андерсон, стойкий оловянный солдатик. Маленькому мальчику в день его рождения подарили 25 оловянных солдатиков. Были они красавцы писаные, мундир жёлтый с красным, ружьё на плече, взгляд вперёд. Лишь один отличался от своих братьев, у него была только одна нога. Его отливали последним, и олова не хватило на него. Но он и на одной ноге стоял твёрдо, как другие на двух, и он-то как раз и отличился. Мальчик расставил своих солдатиков на столе, там было много игрушек, Но красивее всех были чудесный замок из картона и красавица-танцовщица. Она стояла на одной ножке, а другую подняла так высоко, что оловянный солдатик не сразу её и разглядел. Пробило двенадцать, и вдруг, щёлк, раскрылась табакерка. Табака там не было, в ней сидел маленький чёрный тролль. «Эй, оловянный солдатик!» — крикнул тролль. «Перестань таращить глаза на то, что не по твою честь!» Но оловянный солдатик сделал вид, будто не слышит. «Но погоди! Придёт утро, увидишь!» — сказал тролль и исчез в табакерке. «Вот бы мне такую жену!» — подумал оловянный солдатик. «Только она, наверное, знатного рода, ведь она живёт в замке, а я в коробке. К тому же нас там целых двадцать пять штук. Нет, в коробке ей не место, но познакомиться с ней всё же не мешает. Вытянувшись во весь рост, он спрятался за табакеркой, тоже стоящей на столе. Отсюда он мог, не отрываясь, смотреть на хорошенькую танцовщицу, которая всё стояла на одной ножке, никогда не теряя равновесия на самом пороге дворца. Утром дети проснулись и переставили оловянного солдатика на окно. И тут то ли по вине тролля, то ли по вине сквозняка окно распахнулось, и наш солдатик полетел кувырком с третьего этажа. Вот страшно-то было! Он упал на голову, а его каска и штык застряли между булыжниками, и он так и остался стоять на голове, задрав ногу кверху. С лужанкой мальчик сейчас же бросились на улицу искать солдатика. Искали, искали! Чуть было не раздавили его. И всё-таки не нашли. Крикни, солдатик! Я тут! Они, конечно, увидели бы его. Однако он считал неприличным громко кричать на улице, будучи в мундире. Но вот пошёл дождь. А когда перестал, на улицу выбежали уличные мальчишки. Их было двое. И один из них сказал, «Смотри, вон оловянный солдатик! Давай-ка отправим его в плаванье!» Они сделали из газеты лодочку, поставили в неё оловянного солдатика и пустили её по водосточной канаве. Лодочка плыла, а мальчишки бежали рядом и хлопали в ладоши. Боже ты мой! Как бились волны о стенке канавки! Какое сильное в ней было течение! Да и не мудрено! Ведь ливень был славный! Лодочка то ныряла, то взлетала на гребень волны, то вертелась во все стороны. Оловянный солдатик вздрагивал, но он был стойкий и всё так же невозмутимо смотрел вперёд, держа ружьё на плече. Голова прямо, грудь вперёд! Вот лодочка нырнула под мостик, стало так темно, что солдатику показалось, будто он снова попал в свою коробку. Куда ж это меня несёт? Думал он. Всё это проделки тролля! Вот злобный шут! Ах, если бы в лодочке со мной сидела маленькая танцовщица! В эту минуту из-под мостика выскочила большая водяная крыса. Она здесь жила. «А паспорт у тебя есть?» Крикнула крыса. «Предъявите паспорт!» Но оловянный солдатик молчал, он весь дрожал, но держался стойко. Ружьё на плече, голова прямо, грудь вперёд, и ещё крепче прижимал к себе ружьё. «Держите его! Держите! Он не уплатил дорожной пошлины, не предъявил паспорта!» Лодочку понесло ещё быстрее. Скоро она должна была выплыть из-под мостика. Оловянный солдатик уже видел свет впереди. Но тут раздался грохот, до того страшный, что, услышав его, любой храбрец задрожал бы от страха. Но только не наш герой. Подумать только! Канавка кончалась, и вода падала с высоты в большой канал. Оловянному солдатику грозила такая же опасность, какой подверглись бы мы, если бы течение нас несло к большому водопаду. Но вот лодочка нырнула из-под мостика, и ничего уже не могло её остановить. Лодка с солдатиком скользнула вниз. Бедный солдатик держался всё так же стойко, даже глазом не моргнул. И вдруг лодка завертелась, потом накренилась, сразу наполнилась водой и стала тонуть. Оловянный солдатик уже стоял по шею в воде, а лодка всё больше размокала, погружалась всё глубже. Вода уже достигла глаз. Теперь вода покрыла солдатика с головой. Тут он вспомнил о прелестной маленькой танцовщице в чудесной юбочке из тончайшего батиста с узенькой голубой ленточкой в виде шарфа через плечо, а на груди розетка величиною с лицо самой барышни. Всего этого, как и саму барышню, ему не суждено больше увидеть. И в ушах у него зазвучала песенка. «Вперёд стремись, о воин, и смерть спокойно встреть!» Бумага совсем размокла, прорвалась, и солдатик уже приготовился стойко встретить смерть, но в этот миг его проглотила большая рыба. Ах, как темно было у неё в глотке! Ещё темнее, чем под мостиком, и в довершении всего так тесно! Но оловянный солдатик и тут держался стойко. Он лежал, вытянувшись во всю длину, крепко прижимая к себе ружьё. А рыба, проглотив его, стала неистово метаться, выделывать самые удивительные скачки и рывки, бросаясь из стороны в сторону. Но вдруг рыба дёрнулась и затихла. Словно в неё ударила молния. Прошло некоторое время, и во тьме, окружавшей солдатика, что-то блеснуло. Стало совсем светло. Оловянный солдатик попытался понять, где он находится и что происходит. Но вдруг кто-то громко воскликнул. Оловянный солдатик! Его поставили на стол. И вот, чего только не бывает на свете, солдатик снова очутился в той же самой комнате, где жил раньше, и увидел тех же знакомых ему детей. Те же игрушки по-прежнему стояли на столе, в том числе и чудесный замок с прелестной маленькой танцовщицей в юбочке из тончайшего батиста и с ленточкой через плечо. Она всё так же прямо держалась на одной ножке, высоко подняв другую, ведь она тоже была стойкая. Всё это до слёз растрогало оловянного солдатика. Но солдату плакать не полагается. И он только посмотрел на танцовщицу, а она на него. Но ни он, ни она не вымолвили ни слова. А произошло вот что. Рыбу поймали и снесли на рынок. Там кто-то купил её и принёс на кухню, где кухарка разрезала рыбу острым ножом и, увидев солдатика, взяла его двумя пальцами за талию и отнесла в комнату. Вся семья собралась поглядеть на удивительного человечка, который совершил путешествие в рыбьем брюхе. Но оловянный солдатик не возгордился. Вдруг один из малышей схватил солдатика и швырнул его прямо в печку. Неизвестно, что так рассердило мальчика и зачем он так поступил. Должно быть, его подучил злой тролль, сидевший в табакерке. Всё прошло почти мгновенно. Теперь солдатик стоял в топке, освещенный ярким пламенем. Он чувствовал, что весь горит. Ему было ужасно жарко, но что сжигало его, пламя или любовь, этого он и сам не знал. Краски с него слезли, он весь полинял. Но было ли то от горя, или же они сошли ещё во время его путешествия, этого тоже никто не знал. Оловянный солдатик не сводил глаз с маленькой танцовщицы. Она тоже смотрела на него, и он чувствовал, что тает, однако всё ещё держался прямо. Но вдруг дверь в комнату распахнулась, сквозняк подхватил танцовщицу, и она как мотылёк впорхнула в печку. Прямо к оловянному солдатику. Вспыхнуло ярким пламенем, и её не стало. Тут оловянный солдатик совсем растаял и сплавился в комочек. От него остался только крошечный кусочек олова. На следующий день, когда служанка выгребала из печки золу, она нашла в топке маленькое оловянное сердечко, ещё вчера бывшее стойким солдатиком. От танцовщицы осталась только блёстка, на которой она стояла. Но блёстка уже не сверкала. Она вся обгорела и почернела, как уголь.